добрый день дорогие друзья с вами дмитрий черепащук надеюсь меня видно слышно давайте с вами приступать разбор интересных идей начало июля итак смотрим за нефтью да сейчас весь мир наверное смотрит за нефтью продолжается рост да все равно какие бы новости не выходили на откатах идем выше что характерно вчера также после новостных очередных событий мне все-таки удалось удержаться выше ключевого уровня 7530 я бы посмотрел на продолжение на часовике тоже мы видим был стремительный рост после этого откат и увидим что предыдущий хай удалось нам удержать то есть закрепляется инструмент выше смотрим сегодня на открытие длинных позиций я бы посмотрел от зоны 75 45 вот если взять более скрупулезно данной дневном графике конечно же лучше . входят будет если будет откат естественно и если мы дождемся 75 30 вот здесь будет более железобетонная точка входа на лонг но будьте предельно внимательны если мы закрепляемся в 75 30 все люди которые здесь заходили в ланге да здесь 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 все будут капитулирует потому что все видят эти уровни до плюс минус кто-то торгует зонально кто-то по уровням но тем не менее у кого-то здесь будет точка кипения будут закрывать свои лонговые позиции что естественно приведет к короткосрочному снижению почему короткосрочному потому что такой тренд сломить одной свечой очень тяжело нам нужно постоять здесь сходить чуть ниже протестировать и только тогда мы можем говорить о каком-то сломе тренда или развороте одной свечой такой тренд у нас не сменится это что по нефти очень интересная ситуация по евро-доллару обращу ваше внимание был какой-то удержан уровень да еще раз мы его протестировали скорее всего это новостной бар до был пробили увидели что здесь опять кто-то объем собрал вроде бы отскочили но тем не менее эта попытка отскока не увенчали нас успехом и мы все равно нас задавили планомерно под уровень что сейчас сейчас бы я я бы даже прошу прощения я бы даже рассмотрел шорт с переносом через выходные потому что очень можем сильно сходить потому что после того как мы прошли вниз до сделали небольшой откат вот после этого никто не пошел выше да то есть все равно на стали задавливать все ниже 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 и так произошло до того момента как вот в четверг до закрытия произошло и что уже показала нам не только до что мы наблюдали и нам строился такой график может увидели четкий сигнал до закрепления ниже уровня теперь нам открыта дорога вниз до примерно района 1 17 и 5 вот здесь у нас это по новому графику да здесь еще он не торговался поэтому это приблизительно точные данные нужно смотреть на склейки поэтому это у нас приблизительно открывается район до этого уровня что еще интересно интересная ситуация по доллар рубль да кто торгует московскую биржу на форексе тоже есть этот инструмент началась какая-то коррекционная модель до вырисовываться у нас и это может быть уже разворотом потому что мы отскочили от некого уровня до ранее он не встречался увидите да здесь еще не ликвид был здесь нет смысла смотреть но тем не менее на склейки я думаю этот уровень прорисовываться поэтому уперлись мы в какой-то уровень опять подходим к нему да как по евро доллару но не делаем перелом вот что указывает на то что покупатель невыгодно опускать ниже цену да он уже ее давит все выше и выше и после того как мы перепишем вот этот хай а мы вчера да уже сделали укол сейчас с вами посмотрим 297 и закрытие 207 видите закрылись мы немножко ниже да то есть мы укололи но не переписали вот каждое закрытие которое будет происходить у нас выше 297 будет означать то что покупатель все-таки сильнее что инструмент будет двигаться в сторону в сторону падения рубля да и мы будем видеть с вами как си пара доллар рубль да будет выходить выше поэтому я бы посмотрел за уровнем 74 300 до в районе вот но уже на следующей неделе потому что скорее всего через выходные никто такие позиции брать не будет было большое снижение сейчас некая неопределенность езда для для большинства участников вот поэтому здесь я бы посмотрел все-таки на следующей неделе на открытие лонговых позиций опять же повторюсь выше 74 300 что интересного по евро рублю сейчас прогрузится по евро рублю примерно такая же картинка но не так красиво поэтому я бы вам советовал все-таки обратить внимание больше на доллар рубль давайте еще посмотрим с вами золото по золоту примерно картинка была схожая с евро долларом но тем не менее золото удерживает также мы упали никто не откупает да никто не идет выше это очень плохо потому что дожимают нас вниз но пока удерживается уровень который я себе начертил в зоне 1772 если быть точнее 71 3 вот мы отметим примерно так и пока закрепляемся выше ланге я вообще не рассматриваю но и шортить тоже очень опасно потому что здесь стоим в распиле лучше дождаться выхода четкого закрепления я бы даже взял сейчас уже так как уровень лучше сместить я думаю вот так и вот тогда уже смотреть от вот этого лоя семнадцать шестьдесят три и два если мы пробиваем вниз тогда уже смотрим на поход инструмента ниже пока неопределенность золота я бы не трогал вообще поэтому это вот такие рекомендации на начало июля не спешите друзья да у нас есть весь месяц тем более летний штиль начался если вы первую неделю там даже вторую не поторгуйте ничего не случится но лучше дождаться ясности да вот такая которая есть сейчас по евро доллар где четко видно да что нас прибивает здесь можно торговать если увидите что по золоту или по нефти вам что-то не нравится или непонятно не спешите потому что засадитесь в начале месяца потом весь месяц будет тяжело уже вы могли бы зарабатывать а вам придется только отбивать убытки и только после этого увеличивать свой счет поэтому будьте предельно осторожны всего вам доброго хорошего дня